МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сфере IT-технологий от международных спикеров узнали учителя, которые передадут эти знания школьникам. Развитие IT-технологий в Кустанайской области идет полным ходом. А это и создание новых IT-классов для детей, и проведение обучающих мероприятий. Одно из них прошло сегодня в областном филиале партии Нур-Отан. Сегодня у нас проходит телемост участников проекта партии Нур-Отан «Бесплатные IT-классы для детей» с ведущими IT-школами мира. К примеру, будут подключения с Google, Electronic Arts, Стэнфордс школа, Пенсильванский университет. И подключение также будет с инновационной школой программирования, школа 42, это французского миллиардера Ксавье Нила. Телемост планировалось провести для учеников 8-х и 9-х классов, но вмешались кустанайские морозы. Из-за понижения температуры и отмены занятий в школах на онлайн-встречи учащиеся не пришли. Вместо них в зале были представители областного филиала партии Нур-Отан, Управление образования области и учителя 17-й, 18-й школы и гимназии имени Мауленова. Тем не менее, запись встречи дети должны получить. Сегодня у нас принимают участие учителя. Естественно, материалы, которые будут по итогам этого мероприятия, мы все их передадим в наш IT-класс. Всем учителям, всех учителей мы по области обучили программированию, именно по новой системе, которую партия разработала совместно с ведущими школами. И потом, естественно, мы эти материалы передадим. Телемост был организован в Астане и в нем смог поучаствовать не только Кустанай, но и все области страны. Программа конференции была насыщена выступлениями спикеров лучших университетов мира. Инженеры, профессоры, докторанты поделились своими знаниями в области биотехнологий, рассказали о беспилотных автомобилях, трендах в компьютерных играх, воздушных шарах, раздающих Wi-Fi и о многом другом. Придя сюда, мы, наверное, хотим узнать более углубленные знания учащимся, новые стандарты, новые подходы в IT-технологиях. Думаем, что наши дети будут в дальнейшем обучаться этому. В планах партии Нуратан содействовать открытию тысячи IT-классов по всей стране. Сегодня в нашей области таких классов существует уже 51. В этом году будут открыты еще 20. И проведение таких мероприятий, как сегодня, благотворно повлияет на повышение уровня знаний в сфере инновационных технологий среди молодежи. Данное мероприятие очень важно для подрастающего поколения. Люди делятся своим опытом. Естественно, полученная информация будет передана учащимся. Те интересные изменения, которые сейчас происходят, может быть, даже подтолкнуть их к совершению чего-то нового. В наступившем году в Казахстане запланировано еще много мероприятий в сфере изучения и развития IT-технологий. Например, хакатоны – это форумы, где специалисты разных областей, программисты, дизайнеры, менеджеры будут делиться знаниями. Так что можно ожидать, что активное развитие IT-сферы в нашей стране совсем скоро откроет миру новые имена. Монорбек Каскулов, Наталья Луговская, Наталья Басмурдина, РТН Почти 95 тысяч новых книг появились в Кустанайских библиотеках в прошлом году. Почти 80% из них приобретено на деньги из республиканского бюджета. А вот центральные библиотеки Сарикольского района книги в прошлом году подарили меценаты. Причем самые необходимые – детские. Мои коллеги расскажут подробности. Сарикольская районная библиотека – одна из показательных в Кустанайской области по части пополнения книжного фонда. Он здесь внушительный – больше 196 тысяч книг. Читать, судя по всему, здесь любят. В 24 библиотеки, в том числе и районную, записаны 12,5 тысяч читателей. И это при общей численности Сарикольского района – 21 тысяча жителей. Ежегодно мы обновляемся на сумму 2 миллиона тенге. Есть районы, которые на 500 тысяч всего пополняются, есть районы, которые вообще не пополняют. Ну, в зависимости от бюджетного наполнения. Кроме этого, у нас поступают линии по госсоцзаказу. Это оплачено республиканским бюджетом. На 2 миллиона тенге в прошлом году библиотека приобрела почти 1200 книг по запросу читателей. Это детективы, боевики, любовные исторические романы. А вот детские книги – это 500 экземпляров на полтора миллиона тенге – приобрели для библиотеки меценаты. Но этот случай – исключение. В большинстве своем книги в Кустанайской библиотеке приобретаются за государственный счет. У нас по области 361 библиотека. Финансируются они из республиканского бюджета и местного бюджета. В 2018 году было выделено 89 миллионов 305 тысяч тенге. Из них ушло на подписку 55 миллионов 582 тысячи. И на приобретение книг 33 миллиона 723 тысячи. Из местного бюджета были выделены средства. В 2018 году 29 миллионов. На них было приобретено 22 900 экземпляров книг. В 2017 году сумма финансирования из местного бюджета была меньше на 2 миллиона тенге. На эти деньги были закуплены 22 тысячи книг. В прошлом году в рамках госзаказа поступило 73 тысячи новых экземпляров. Больше 70% этих книг, как отмечают библиотекари, на казахском языке, общеполитического направления и по истории. Что касается текущего года, то местный бюджет выделил на покупку книг и периодики для библиотек примерно 30 миллионов тенге. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Это все новости дня. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин